добрый вечер добрый вечер дорогие мои вечер дорогие мои тревожные и не очень или очень люди сразу первое что я вас попрошу дать мне обратную связь по поводу того насколько четко и внятно меня слышно вот а я вас пока поприветствую на нашем эфире эфире который посвящен предстоящему тревожному марафону марафон который проходит на ура марафон который дает шикарные результаты особенно для тех у кого хороший крепкий стаж тревожности да вижу что слышно окей вот поэтому сегодня будем говорить о вашей тревожности тем более помните какое сейчас время время сейчас такое что у нас и так то человечество буйным цветом цветет тревожностью а сейчас в рамках пандемии и в рамках вот этого вот экономического обвала тревожность тревога растерянность отсутствие опоры дезориентация и там подобные вещи становятся ну стали прям такой массовой штукой соответственно с этим что-то можно делать ну вот смотрите сразу немножко скажу про этот марафон одну важную вещь вот пока вот набираетесь тут немного народа ну ладно будет такая уютная тусовочка в общем то работая со страхами тревожностью паническими атаками там неопределенность так далее много кто занимается но вот этот курс который предлагаю я вот он такой с хитрецой в нем содержится в нем логика которая преследуется она основана не на том что вы будете делать какие-то практики которые там чего-то там я вам за время марафона просто расскажу как это работает и вы такие скажете это это что это вот так что ли оказывается и именно в этот момент вот в этот момент когда вы начинаете понимать как это работает происходит большая часть отключения тревоги большая часть отключения тревоги если вы хотите еще больше то вы будете немножко дальше с этим работать благо на то будет больше долго инструментов на то будет хватать вот это я про предстоящий марафон тревоги ну хорошо дорогие мои тревожники короче что я могу сказать по поводу по поводу тревоги тревожности вообще почему я хотел начать столько много хочется вам сказать что даже не знаю что из этого выбрать в качестве такой вот прям очень важной линии ну пожалуй начну вот с чего смотрите мы люди ну это как бы понятно да то есть как как проверить что мы люди у нас есть инстаграм значит мы люди то есть все мы уже не животные тут все как бы элементарно это понятно ну соответственно мы люди получили в наследство тех у кого нет инстаграма то есть от животных мы получили в наследство в общем то одну очень надежно очень надежно проверенную миллионами лет эволюции систему эта система которая представляет из себя там лимбический мозг лимбическую систему гипоталамы зарно почечниковую систему миндалину и так далее так далее так далее все это вот подкорковые образования которые мы получили вот в таком в надежном крепком таком кандовом варианте от наших предков от наших животных эволюция сказала нам ребят вы 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 можете инстаграмы создавать вы можете социальные сети создавать вы можете в космос летать ребят вот что хотите делайте вы можете даже вот гуру из себя изображать что хотите делайте но вот эту штуку я вам оставлю тут вот прям без вариантов я вам ее оставлю и сделаю так но вы уж извините вы уж извините но эта штука будет немножко главнее чем ваша вся вот эта вот умность которой вы себя считаете там человеком так далее ну вот это эволюция так сказала поэтому тут нет ни ко мне вопрос я как бы посредник я между эволюцией и в общем то всеми и что это значит значит что мы имеем дело мы имеем дело мы люди имеем дело с таким неким подвохом вот знаете мне сейчас вспомнился эксперимент когда ученые такие придумали такие о чем речь у нас сегодня про тревожность давайте я сейчас закреплю кстати слышите можно же закрепить тревога тревожно сейчас я закреплю сообщение так почему она мне не дает почему а вот все большими буквами надеюсь дописать тревожность страх так страх тревожность страх что там еще ужасно и ужас мы всегда сохраняем эфиры вот что в этом мире неизменно мы всегда сохраняем эфиры тревожность страх ужас так теперь это надо как закрепить прикрепить комментарий накей тревожность страх ужас да я напоминаю что вот этот эфир он как бы предваряет наш маль мини мини курс по работе с тревожностью вот потому что акс почему надо работать тревожность ладно давайте сначала про эксперименты потом его расскажу в чем фишка такая прям такиву не надо же выгоды сказать до работы с тревожностью обязательно поэтому я сейчас вам расскажу про эксперимент я просто вспомнил эксперимент когда ученые взяли мышей нашли у них центре удовольствие очень скучный эксперимент просто пипец какой скучный эксперимент ученый в эти хитрых сейчас мы проверим одну вещь взяли мышей и нашли у них центра удовольствия встроили туда электрод, то есть этот электрод активируется, паника, да, тревожность, страх, ужас, паника. Значит, панические атаки и все вот эти состояния тоже сюда относятся. Все, кто любит, обожает вот эти страхи, тревожность, неуверенность, неопределенность, психостения, астенический синдром, истощенность в связи с этими переживаниями и так далее, все сюда. Значит, в этом эксперименте было следующее. Получается, этот электрод активируется и активируется центр удовольствия. Ну, соответственно, там опиаты, эндорфины, серотонин, дофамин, все вот это удовольствие, ради которого мы, я не знаю, ездим на Мальдивы, там, да, там что-то, ну, кто-то ездит на Мальдивы, вот, ради которого мы, не знаю, покупаем огромные пирожные, все вот просто нажатием одной кнопки. И вот они такие подсоединили этот электрод к кнопке и отдали этим мышам, и, в общем-то, мыши просто-просто все умерли, и все, знаете, почему? От голода. Потому что они просто с утра до вечера нажимали эту кнопку, и все, больше, они все не забросили, все, они просто ничего не делали, и просто сидели и нажимали эту кнопку. Вот, то есть мышам дали такую штуку, которая сама на себя замкнула, и, в общем-то, такой скучный очень эксперимент получился и так далее. Почему я вспомнил этот эксперимент? Потому что люди оказались немного, я бы даже сказал, в противоположной ситуации. Природа такая, природа сказала, ну, она ставит же над нами эксперимент, ну, как бы все живое развивается, и все является такой эволюционной штукой. И вот на нас эволюция пошла неким, по отношению к животным, другим путем, и нам встроили такой механизм, которого ни у каких больше существенной Земли нет. Это механизм воображения, это механизм мышления, это механизм речи, то есть это так называемая вторая сигнальная система, ну, пускай это будет воображение. Вот, ни у кого нет в мире. Так вот, это воображение стало вот той самой кнопкой. Вот если у мышей просто эта кнопка была завязана за эндорфины, то у нас эта кнопка, она завязана за все. Ну, то есть, ну, захотели, там, глаза закрыли, представили себе торт, там, да, захотели, глаза закрыли, представили, что руки еще не мыли, а там вот ковид на них, там, да. И что, вот, пожалуйста, свободно и абсолютно. Я вот сейчас сказал, да, и кто-то уже почувствовал, там, я все лишь сказал, а вы уже представили и уже ваше воображение нарисовало, и так, и вы так, и пук, нажали кнопку, и вот это вот, все, сработало, да. То есть природа нам дала кнопку, говорит, что они с этим интересно сделают. Интересно, что у них, вот в этих вот, вот в этих чуваков, которые инстаграм изобрели, интересно, что у них получится с этой кнопкой. Ну и что, большинство населения планеты лихорадочно нажмут на эту кнопку, которая, или, которая подсоединяет электрод к миндалине, блин. Подавляющее большинство населения планеты с утра до вечера находится в состояниях, которые представляют из себя лихорадочное нажимание кнопки тревоги. По статистике человечества за последние несколько десятилетий уровень тревожности, количество тревожных людей, уровень проживания тревожности, количество стрессовых, кортизола и так далее, стало настолько, особенно в городах, особенно в городах, особенно у тех, у кого есть инстаграм, те особенно, вот, потому что они же постоянно смотрят картинки, пища, которая, ну вот эти, которая запускает эту кнопочку, и я думаю, господи, как у всех все хорошо. А я же еще ничего не этого, не то, нет, не пятое, десятое. И в результате, в результате, человечество, ну тоже такое, ну я не знаю, если с мышами там они, этот эксперимент скучный, то с человечеством, наверное, более веселый такой. И некоторые человеки, это произошло, конечно, много тысяч лет назад, они такие начали задумываться, слушайте, а это не эксперимент ли? Они такие начали задумываться, такие, может быть, эта кнопка всего лишь задумка такая природы? Может быть, это, может быть, здесь какой-то есть подвох? И, короче, и создали они разные духовные, ну они такие разделились и создали. Кто-то буддизм, кто-то христианство, кто-то там иудаизм, кто-то там создал. Ну и, короче, вот все вот это посоздавали. И куча всяких вот этих мистических направлений. Ну, много тысяч лет назад у человека не было вот того курса, который я сейчас даю, поэтому у человечества, человечества, у человечества не было этого курса, но мне нравится. Вот, соответственно, людям пришлось как-то создавать вот эти направления, которые, по сути, по сути, занимались только одним. Самым важным, они учили отделять человека, они, короче, учили пользоваться кнопкой, ладно, назовем это так, чтобы человек такой научился понимать. Ну, то есть, как бы в буддизме они назвали это иллюзией, там, как бы в христианстве бесами, там. Ну, вот тут что этот, тут как вот, какая культура так была, там, джинны на востоке, там, и так далее. Ну, вот, страсти. Я расскажу, как это устроено, это все гениальная задумка природы. Вот мы думаем, там, бесы, они же искушают, да? Ну, правильно, конечно, искушают. Естественно, вас бесы искушают, и всех бесы искушают. Почему? Как там в христианстве говорится, бес, он все про тебя знает, он найдет, как тебя искусить. Почему? Да все просто, он, он потому что берет информацию откуда? Из гиппокампа. А в гиппокампе что? А в гиппокампе записаны все штуки, на которые вы когда-то напугались. Ваш мозг в гиппокампе располагает по полочкам, по штабелям, в зависимости от оттенка эмоций, когда-то ваших пережитых, все воспоминания. И вот этот вот, ну, бес, наверное, да, он заходит такой, смотрит, так, вот, когда-то она напугалась вот этой картинкой. А ну-ка, давайте покажем ей снова ее вот так раз. Оп, показали, вот такие. И все, и он прям знает, он, у него это подписано, потому что в гиппокампе все подписано, он знает, чем вас пугать, поэтому, вот, он все про вас знает. Это же вы и есть, потому что, да. Ну, для простоты, чтобы с этим справиться в свое время, вот эти штуки, религии, духовные, мистические направления, они использовали там терминологию, которая помогала человеку с нуля, человеку с нуля как-то в это войти. Вот. Короче, буддизм преуспел в этом особенно мощно, потому что они сказали, так, ребят, ну, давайте, богом мы заниматься не будем, мы будем заниматься чисто прокачкой. И за много-много тысяч лет, соответственно, буддизма они наработали достаточно такой хороший опыт, который научил адептов буддизма, в общем-то, с этой кнопкой, которая отвечает за тревогу, ну, и, в общем-то, вообще за страдание, они научили с этой кнопкой справляться. И, в общем-то, ну, и жили себе, жили счастливо, там, в общем-то, самые счастливые люди, их кладут в функциональный томограф, там, электроды подсоединяют, смотрят, а у них такой показатель счастья, серотонина, такие, господи, да вы же самые счастливые люди, им говорят, как, откуда у вас берут, они говорят, не знаю, меня просто учили, как с кнопкой обращаться с этой, и все. Вот, и в результате ученые, которые занимаются когнитивной психологией, они потихонечку начали, как бы, вникать в эту историю, ну, а почему они счастливые, а мы тут все тревожные. И вот они начали вникать, потихонечку, 70-х, 50-60-х годов, потихонечку начали как-то, ну, эту тему развивать. Вот, ну, и особенно, особенно, такое резкое интенсивное развитие произошло в последнее время, когда вот появились современные уже техники, которые, которая позволила конкретно отследить, что надо такое делать, чтобы, что происходит вообще, что надо такое делать, там, в частности, вот эти вот функциональные томографы, все вот эти возможности, мозговую активность замерять, как это все устроено, как работает, что там внутри происходит. И когда ученые это все просветили, вот, нужно было вот это все вот просветить, чтобы понять, господи, так это же одно и то же, одно и то же, что эти ребята несколько тысяч лет назад говорили просто другим языком. И в результате были созданы такие направления психологии, как mindfulness терапия, метокогнитивная терапия. Вот, кстати, это два основных направления. Метокогнитивная вообще молодая. Вот, вообще молодая, такая очень свежее направление, такой с хитрецой. И я именно его буду использовать, но такое с хитрецой. Вот. Ну, хитреца, попробуй объяснить потом, в чем. Я что-то много уже обещаю объяснить, ну, ладно. Вот, и они научились достигать примерно того же, но уже, скажем так, научно обоснованно, подтвержденно, с конкретными измеримыми результатами. И в итоге это направление стало единственным во всей психологии, как я всегда везде говорю, единственным во всей психологии, научно обоснованным методом. Научно обоснованным, это значит, все гипотезы подтверждаются, все методологии, последовательность, она дает результат. Ну, и, в общем-то, все. И тогда вы становитесь просветленными. То есть, вы научаетесь этой кнопкой, которую дала природа, пользоваться. И смысл этого курса, смысл работы. А более того, вдумайтесь, сейчас я скажу, вдумайтесь, смысл вашей жизни, смысл вашей жизни, вот на всей вот этой вот прямой вашей, от первого до последнего вздоха, которой вы будете жить, заключается в том, чтобы наконец-то осознать, как это работает вот здесь. Как это работает? Как вот способность вот эта, к воображению, которая нас отличает от животного мира, как она нами управляет? Заставляя нас верить в то, чего не существует, то, чего никогда не будет, но заставляет нас вырабатывать огромное количество кортизола, адреналина, нороадреналина, эндорфинов, ой, ну не эндорфин, конечно, эндорфины, это те, кто на Мальдивах живут, нет, на него это в сторону, нет. Мы-то нормальные люди, у нас кортизол, адреналин, нороадреналин, там что там еще. Вот здесь вот этот стрессовый коктейль. Вот, поэтому это не просто, это, наверное, главная эволюционная задача каждого человека найти, разобрать и эту штуку внутри себя преодолеть. В результате человек становится, как только человек понимает, в чем задумка природы, что там внутри разделено, почему и как это взаимодействует, ну просто понимает. Но это как, знаете, там инструкцию прочитал, сразу, вот я говорю, 50% на этом этапе уже просто сразу расслабляются, говорят, господи, да все понятно, теперь стало. Сразу вся вот эта чепуха, которая до этого их выносила, выводила, она перестает работать. Потому что, потому что, дорогие мои друзья, почему я вначале сказал, те, кто нас сначала смотрят, вначале сказал, что тревожность современного человека, она очень сильно растет. Тревожность современного общества, среднего статистического человека, тревожность городского жителя особенно, она запредельная. Тревожность уровень стресса, ну и, соответственно, стресс, страх, количество панических атак на душу населения, оно безумно растет. Почему? Потому что мы живем в информационном обществе, все. Мы живем в информационном обществе, и информационное давление настолько огромное, что при отсутствии вот этой инструкции, про которую я говорю, человек не знает, как вообще, как реагировать, вот как же с этим совсем жить. При этом, все это информационное давление, оно ведь работает, оно ведь бьет именно в ту самую кнопку, которую природа нам подкинула, сказала, ну, до вас этого не было, а посмотрим, что они с этим сделают. Вот это вся информационная шелуха, весь информационный шум, давление. Причем, обратите внимание, подавляющая часть давления несет информацию страха, ужаса и гнева. Вот, поэтому на некоторые аккаунты в инстаграме я даже бы рекомендовал не заходить, потому что там прям, ну, вот, из динамика льется желчи там просто. Вот, экран потеет. И проблема заключается в том, что, как я в самом начале опять же сказал, как вы помните, природа сказала, я сделаю так, чтобы все, что связано со страхом, а, ребят, извините, все, что связано со страхом, я не дам вам игнорировать, я не разрешу это игнорировать. И ребята такие, почему, почему я не могу это игнорировать? Природа говорит такая, миллионы лет до вас это помогало вот всему живому эволюционировать. Если я это у вас уберу, чем вы заниматься будете? Вы будете на тачках гонять? Вы будете заниматься чем-то безудержным? Строить успешную карьеру? Вы будете реализовать свою жизнь? Нет, 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 не надо, не надо. Я вам оставлю вот это, как такую важную, нужную мне штуку. И природа сказала, все, никаких споров, ближайший пересмотр через тысячу лет, пока что живите вот с этой штукой. Короче, в нас встроена вот эта штука, что все, что связано со страхом, игнорировать невозможно. Ну, я, знаете, улыбаюсь, почему я заулыбался? Я сразу вспоминаю, как рекламируется лекарство. Это же потрясающе. И это невозможно игнорировать. Я обожаю. Я обожаю. Очень просто и, в общем-то, нетривиально. Ну, ладно, мы это трогать не будем. Вот. Очень много страха в информационной среде. Вы это понимаете. Я, знаете, сделал что? Я реально говорю. Недавно, где-то с полгода назад, я подписался на канал Хорошие Новости. Я даже его рекомендовал вот здесь, в своем чате. Канал Хорошие Новости. Это был такой эксперимент. Я думал, я подпишусь и посмотрю, как это. То есть, там чисто хорошие, позитивные, добрые новости. И вот, вы знаете, как-то не пошло. Вот как-то я удаляться не буду, но вот мне хватает только анонсов. И как-то тут даже вот как-то не цепляет. Как-то пресновато, пресноватенько. Да? А все остальное открываешь и там вот так остросюжетно. Потому что, потому что это реально включает. Это сразу мобилизует, включает, вырывает из контекста, отвлекает, а что бы то ни было. И так построено большинство информационной среды, вот новостной, большинство информационных потоков, к сожалению. Нет драматургии, драма, драматургии нет. Ну да, наверное, что-то они не так делают. Они забывают ставить, возможно, запятую, говорить но и многоточие. Но, если бы вы знали, что потом получилось из этого. Поэтому я к тому, что объективные внешних триггеров сейчас в нашем мире так живет человечество. Их подавляющее большинство. И природа говорит, не сможете игнорировать, увы. И когда я осознаю все это, то это все равно продолжает работать. А вы не осознаете все это. Все просто. Если это продолжает работать, значит вы не осознаете. Значит, что-то вы не видите. Что-то вы не замечаете. Смотрите. Наши дети не читают и не смотрят философские фильмы. Это очень плохо. Это ужасно плохо. Но сегодняшняя тема, она будет больше про тревожность. Было бы чуть больше времени. Я бы немножко затронул бы тему ценности. Как она шикарно работает в теме тревожности. Прям шикарно. Может быть, мы такую мини-практику сегодня сделаем. Как быть? И что делать? Слушайте, ну я же говорю, мы уже третий поток будет курса про тревожность, который, в общем-то, настолько прокатан, обкатан и включает вот эти два основных направления. Ну не только их, но преимущественно их, mindfulness и метакогнитивную терапию. Вы можете загуглить, прочитать. И техники, которые вот там реализованы, они помогут вам выключиться из этой фигни. И при этом, еще раз говорю, я вот знаю, что современный человек, не то, что кто-то тут писал, не любит читать философскую, мировоззренческую литературу. Современный человек настолько ленивый, что он такой, практики? Там надо будет делать практики? Я такой думаю, господи, они же не пойдут туда, если я им скажу, что там надо делать практики. Я такой подумал, ну практика, нет, давайте пойду изобретем что-то хитрое. И вот метакогнитивная, это очень такое свежее направление. Они такие, они прямо на ленивого рассчитаны. И такие говорят, мы знаем, что такое сделать, чтобы не пришлось практически работать. Вот, можете гуглить, смотреть, там, пожалуйста, сами вникайте. И тогда там основано на понимании. По новостям ТВ СССР, пятилетка за три года, новости позитивные были, да, 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 да. Тогда было, короче, у нас мощное мировоззрение, на нем мы выехали. Ладно, это время и силы. Конечно, конечно, поэтому я сделал расчет немножко на другое. Я сделал расчет на осознавание и понимание. Чтобы вы поняли, это как вот инструкция, прочитать, что и как у меня внутри работает. Давайте я вам сейчас расскажу, почему от тревоги не так-то просто избавиться. И это очень важная вещь. От тревоги, от страха, вот, не так-то просто избавиться. И в том числе, почему позитивные новости теперь кажутся очень пресными. Значит, современный уровень жизни, ну, обычного человека, городского в частности человека, он настолько закортизолен, настолько затревожен, настолько очень много противоречивой информации, что тревожащей информации, которую, как вы теперь знаете, все, что содержит в себе угрозу, любой намек, любую угрозу, любой какой-то оттенок, любого, вот, любой сферы важной вам сферы жизни, где это пошатнется, мозг сразу включается и сразу выделяет адреналин для того, чтобы, вот, что бы вы ни делали, мозг говорит, развернись и слушай. И вы такие, раз, ну, то есть, он же это делает, вот так только. Вот, ну, вы знаете, как ваши кошки и собаки реагируют на то, как синичка пролетела, да, в окошке птичкой, вот, это примерно тот же самый механизм. Так вот, почему от тревоги не так-то просто избавиться? Здесь есть один такой интересный подвох. Вот я сейчас пример приведу, вы все поймете, как это работает. Вот, значит, количество адреналина и кортизола, и норадреналина у современного городского жителя, она настолько большая, что наши клеточки, вот наши клеточки, клеточки нашего тела, абсолютно все, они на поверхности имеют вот такие, назовем их рецепторы. Рецепторы, они, ну, в общем, часто рецепторы специфичны на каждый, в общем-то, на разные гормоны, на разные нейромедиаторы, они специфичны. Соответственно, есть рецепторы на адреналин. То есть те, которые отвечают за работу с адреналином. То есть адреналин с ними соединяется, и клеточка начинает делать то, что, в общем-то, она должна делать в ситуации страха, тревоги и паники. Вот, и у современного тревожного человека уже тело настолько адаптировано к тревоге, что количество рецепторов на поверхности клеточек достаточно большое. Я бы даже сказал, огромное. Вот, а теперь, внимание, давайте сравнение, и вы тогда все поймете. Представьте, представьте супермаркет, там, вот этот Ашан или Лента какой-то, да, и вот представьте, представьте, что, вот видели там, да, вот этот ряд касс, вот бесконечный ряд касс, особенно в каком-то, особенно большом. Вот сейчас представьте эти кассы, вот представьте, что они пустые. Вот кассиры сидят, кассиры сидят, а людей нет. Вот кассиры, это те же самые будут у нас рецепторы на поверхности клеточек. Они сидят на кассах и ждут, когда пойдет адреналин люди. Ну, то есть, рецепторы к адреналину, они ждут адреналин, и, в общем-то, кассы в Ашане, они тоже ждут людей, а людей нет. Ну, например, человек такой плюнул на все и сказал, я в отпуск собрался, летел на Мальдивы, все, сел на пляже, вокруг ни новостей, ни угроз, ничего такое. А-а-а, расслабился, и кассы пустые. Адреналина не дает, потому что смотался от всех раздражающих факторов, от всех триггеров, от всех привычных, ну, там, вход в подъезд, там, я не знаю, странный сосед, там, вот, лицо начальника, вот, постоянные сводки, поступающие, там, с телефона, там, новостные ленты. Все, короче, все это ушло, и кассы пустые. Теперь вопрос вам, что в этом случае будет делать Ашан или Лента? Если кассиры сидят, а кассы пустые, Ашану или Ленте, соответственно, нужны покупатели. Что они будут делать? Ну, вот, спрашивайте, почему безопасность опасна? Ну, вот, человек оказался в безопасности, все, вот, человек оказался в безопасности. Да нет, нет, они не закроются, нет, им нужны покупатели. Что они будут делать, чтобы покупатели появились? У них люди сидят, надо искать клиентов, классно, реклама, все, все, просто, ладно, все, не надо, маркетологи, все понятно. Они сделают так, чтобы везде, там, рыба по 5 рублей, там, я не знаю, мясо по 14. У нас такие скидки, что мы просто второй товар мы отдаем еще прям бесплатно. И вы будете ехать домой в пробке, смотреть на эти плакаты, думать, я разворачиваюсь, быстрее, предложение ограничено. Снижать цены, все, они будут заманивать вас картинками. И тогда они настолько создадут информационную рекламную, там, кампанию, да, что люди туда попрут. А теперь внимание. Вот этот человек, который оказался на Мальдивах и оставил кассы вот этих рецепторов, рецепторы есть. И знаете, что делают эти рецепторы на поверхности клеточек? Они начинают просить адреналин. В организме все умно и сбалансировано. Если у тебя есть рецепторы, то функция должна реализовываться. Почему алкоголик не может без алкоголя? Он встроен в обмен веществ. Адреналин встроен в обмен веществ, и кассы просят. И тогда мозг говорит, господи, что же делать? Вот он лежит на пляже на Мальдивах. И мозг начинает ему подкидывать рекламные плакаты. Мозг начинает ему подкидывать билборды. Мозг начинает ему подкидывать рыба по 14. И он такой, а я на Мальдивах. И все. И он в ловушке. И в этот момент адреналин пошел. Ему ничего не надо делать. Он вроде бы спрятался от триггеров. Кассы просят. Говорят, ну мы, ну мы, мы на кассах сидим, где люди. И мозг говорит, сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас что-нибудь придумаю. Две недели. Да, пляжи, конечно. Есть те, кто не может и 15 минут там прожить. Залезает в телефон и начинает. Короче, мозг начинает обслуживать всю вот этот уже настроенный обмен веществ. Он не дает вам выключиться. Он начинает придумывать. Он начинает подбрасывать картинки, образы, изображения, мысли крутить, которые выполняют ту же самую функцию. Модель Франкла. Может быть, не знаю. Ту же самую функцию, что и вот как в кассах Ашан рекламы. То же самое, чтобы там оказались люди. Мозгу надо, и он будет придумывать. В итоге человек на пляже, на Мальдивах, а внутри нужное количество покупателей на кассах. И вот эту систему надо знать, обманывать пандемию. Ждем вторую волну. Потрясающе. Потрясающе. Ждем вторую волну. Вы уже подготовили. Вы слышали же новости. Уже подготовили вас. Нас всех, говорит, ребята, вы что, расслабиться захотели? Все, начинается. Держим вас в напряжении. Держим вас в страхе. Почему? И тогда, кстати, отсюда вытекает интересный выход. Вывод. Обратите внимание на человечество вообще. От страха вылез хронический тензелит. Ну, это же не нормально. Да это, конечно, не нормально, но пока вы не знаете, как это работает, в общем-то, с этим ничего нельзя сделать. Вы просто в этом. Но как только вы понимаете, как это работает, где эта граница, как распознать, отделить там одно от другого, вот, где приколы, где приколы, в общем-то, где приколы мозга, где настоящие угрозы, и все это очень-очень такая веселая. Это очень увлекательная игра. Это некая такая культура внутренней работы, которая позволяет вам выйти из... ну, улучшить качество жизни. При этом, смотрите, почему важно и нужно работать с тревогой, потому что, помимо того, что вот я вам сейчас описал механизм, с помощью которого тревога, страх и вот эта вот кортизольно-адреналиновая зависимость не дает вам оттуда выбраться. Это ладно, это первое. Это первое. Бог с ним. Уже привыкли. Как-то выживем, да? Привыкли. Но второе, что интересно, смотрите, ввиду вот этой всей истории люди, которые могут назвать себя тревожными, люди, у которых есть склонность к тревожному реагированию, к паническим состояниям, к паническим атакам. Это люди, у которых однажды, много-много лет назад, читая книгу по эмоциональному интеллекту, я наткнулся на очень интересное сравнение. Автор описывает это как... Вот у нас есть лимбическая система наша, та, про которую я говорю, которая досталась нам от животных. Эволюция, которая сказала, именно про которую эволюция сказала вот эту штуку, вы прям вообще не лезьте туда. Она головнее. Вот, и поэтому вот эта штука, она включает в себя в том числе и миндалину. Миндалина – это орган тревожного реагирования, который у тревожных людей плотнее, больше, более развитый. Ну, как вот перекачанные ягодицы там, да, бывают. То есть, она такая накачанная тревожным реагированием. И, соответственно, она настолько... Она сама уже работает. То есть, вы такие, да я вроде отдохнуть хочу. Миндалин такой говорит, что нет, я что, просто так накачалась, что ли. Вот, смотри, везде угрозы. И вы такие, я ничего, правда? Да, и все, и никакого сна вам не будет. Вы читали в интернете последние новости, скажет миндалину? Что, не читали? Вторая волна. И началось. Вот. Конечно же, очень много... Кстати... Кстати... Ладно, бог с ним. И вот эта миндалина, она находится в постоянном электрическом... Ну, вы помните, да, что мозг, он работает как, там, назовем-то... Он работает на электричестве, как электрогенератор. И вот эта миндалина, она находится в постоянном напряжении, в постоянной активности. И исследования на томографе показывают интересные вещи. Это потрясающе. Он описывает эти эксперименты, короче, у тревожного человека, вот, миндалина внутри, там, внутри мозга, там, лимбическая система. Страх за детей, я сейчас скажу, конечно. Ну, страх за детей, это святое, что вы, это же, вот, это же культивируется. Это потрясающе. Отпустят, обещаю, отпустят. Вот, как только приходить на марафон... Я его назвал, там, тревожный имам, потому что эти группы населения... Мамы, как вот этот слой населения, самый уязвимый. Самый уязвимый, потому что именно они хотят быть хорошими мамами. И тут попадают вот в эту ловушку информации, информации разной, противоречивой, сложной, которую... Которая их просто уничтожает. В общем, вернемся. Так вот, на исследованиях, вот эта миндалина, лимбическая система настолько воспалена у тревожного человека, что этот человек, его говорят, слушай, а ты можешь подумать, например, вот, о птичках, как они там красиво живут, как вот он... и видно на функциональном томографе, как вот страх осложнений после ОРВИ, вот так вот, прям вообще. Просто, вот, просто уйдет. Прямо 100% обещаю. Чепухает, семечки. Без шуток, это очень легкая задача. Извините, что отвлекаюсь. Ему говорят, подумай о птичках. И начинает видеть, как в коре начинает зарождаться, начинает зарождаться скромный, незаметный, маленький очажок. Человек пытается думать о птичках, и потом это электричество берет и перетягивается сюда. Пиу! Он такой, птички, птички в Европе умирают, птицы, да потому что жизнь такая, да потому что, конечно, они... и все. То есть, мозг такой пытается зародить новый очаг, и все возбуждение, которое мы пытаемся, ну, вот, ну, про жизнь какую-то другую, он перетягивается. По закону, это физика, это тупая физика. Абсолютно. То есть, вот, хроническое застойное возбуждение в лимбической системе и в миндалине, оно просто поглощает вот эти скромные ваши очаги, которые... Которые вы пытаетесь, в общем-то, жить. Вы пытаетесь ими жить, вы что-то какое-то пытаетесь увидеть. Реальность, реальность которой там есть возможности, реальность которой есть другая жизнь, реальность которой есть там что-то. И все цепочки начинают выходить в одну и ту же историю, потому что здесь очаг хронического застойного торможения. Мы рождаемся уже в этом. Наша культура... Наша культура, скажем так, так устроена... Кстати, вот вдумайтесь, я вам рассказал пример с лентой и с Ашаном, да. Ну, не про ленту и Ашан, а на основе вот того, как там просто взял, вам понятно будет. А то еще скажут, он ленту трогает и Ашан своей использует. Нет, это так, что это образы. Вот. Соответственно, вдумайтесь, какой вывод отсюда следует. Посмотрите на культуру потребления человечества, кстати. Эта мысль у меня вот недавно пришла. Культура потребления человечества, которая, ну, вот консюмеризм и вот это вот шопоголизм и вообще бешеная культура потребления, она на уровне планеты, на уровне населения Земли выражает вот этот тот же самый нарушенный механизм у большинства жителей планеты с рецепторами на поверхности там клеточек там, да. То есть, что внутри, то и вовне. На уровне человечества, посмотрите, здесь просто приговор ясен. Человечество на макроуровне отражает ту же самую тенденцию, которую проиграла на микроуровне. Поэтому, когда я, я неспроста в самом начале рассказывал нам и про буддизм, и про, да господи, да страх смерти, онкофобия, ну и чё. Ну, это скучно, это реально скучно. Вот сложнее мамам, сложнее мамам, у которых это скучно, и страх смерти тоже это скучно, потому что это понятно, как это работает. Вот сложнее, знаете, кому сложнее мамам, у которых перед глазами постоянно какой-то детский симптом. То есть, перед глазами какой-то реальный триггер, который постоянно вызывает на себя внимание там, то есть, ну там чешется ребёнок, там что-то такое. Соответственно, вот им реально сложнее, а вот эти все задачи, они как бы, ну, достаточно просто решаются, поэтому там есть прям отдельные вещи, которые посвящены именно тому, как мамы могут... Могут, то есть, ну это он, конечно, марафон, этот курс он для всех, но именно мамам он будет, он включает инструмент, который мамам помогут преодолеть вот эти все страхи. Огромное количество медицинских внушений, огромное количество правильных, неправильных там поведений, питания, это всё такая чепуха, реально, реально освободитесь от этого шелака. И к чему я, если вернуться к тому, что я сказал, прочешется прям триггер, а чё я не знаю, ну сколько мы прошли, уже два потока было, я понимаю, понятно, что... Я понимаю, что вот очень много того, что перезапускает саму маму, держит тревоги, не может её отпустить. И как только мама не может дать ребёнку другого состояния, пока сама из него не выйдет, как только мама сможет внутри себя выйти, то тогда и симптом проходит как у нас, ну, то есть там в качестве... Мы не ставим целью там с кожными проблемами разобраться там, да, но сон у детей налаживается, я не знаю, в отзывах там должно мелькать постоянно, потому что детский сон налаживается такая-какая-то такая... Ну, не то, что обязаловка, но это такой must-have какой-то такой, ну, представьте, да, мама входит в большую ваготонию, и ребёнок входит в большую ваготонию рядом. Вот, поэтому вся вот эта побочка, вытекающая из духовного роста, вся эта ужасная побочка, все эти сонные дети, там, как бы спокойный, размеренный быт, вот весь этот ужас, он, конечно же, станет, ну, в качестве побочки, но тут, к сожалению, тут я ничего не могу сказать, ну, вынужден признать, да, некоторая побочка есть. Ну, и некоторые симптомы проходят, здравствуйте, вы врач, нет, 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 боже мой, это как его психолог, психолог я, вот. Короче, чтобы ещё такого вам важного сказать, ну, во-первых, напоминаю, что, ребят, приходите на курсы, вы, я тем самым, вот мысль, которую я хотел сказать, когда вы посмотрите на культуру потребления человечества и увидите, что это сейчас реальная проблема, потому что, смотрите, вся экономика мира, она заточена на постоянное воспроизводство. Уже экономика меряется, экономика меряется уровнем потребления. И в этом смысле, если перевести всё, что происходит на планетарном уровне с человечеством, в этом смысле, я, ну, приводя пример с тем, как устроен обмен веществ, понятно, что человечество игру в большинстве своём проиграло, и тогда вызов каждого человека, индивидуальный вызов жизни каждого человека заключается в том, чтобы выиграть эту игру на индивидуальном уровне. И тогда я становлюсь тем, кто уже по-другому живёт и, соответственно, вкладывает, становится клеточкой, которая там не включается в эту историю и сохраняет другое состояние. При этом важно понимать, что тревога, страх, панические состояния, они моментально перенастраивают обмен веществ таким образом, что исключается развитие. Помните, вот все вот эти многочисленные умные, ну, я не знаю, я много просто слышу, тренинги, курсы, которые развивают идею развития или выживания? Какая у тебя стратегия, да? Потому что это физиологическая, биологическая база у всего живого на Земле ещё задолго до появления всех этих умных учений, тренингов в школах, Биологи давно знали, что любая клетка имеет два ключевых паттерна поведения, неважно, какая клетка, там, из болота вы её достали или где-то там какая-то ваша клетка эпидермиса. Любая клеточка, живая в мире, она имеет два ключевых паттерна поведения. Первый паттерн – это паттерн, связанный с угрозой. Что происходит с клеткой? Она сразу останавливает обмен веществ с окружающим миром, неважно, с клетками или с болотом. Она сразу начинает ограничивать, ну, потребление, она сразу начинает ограничивать, она сразу берёт запасы ресурсов, там, у неё мембрана становится непроницаемой. Короче, она впадает, словно, в оцепенение. Это сигнал об угрозе. И когда наступает состояние, в общем-то, когда сигнал тревоги исчезает, то тогда клеточка начинает осуществлять обмен веществ с окружающими клеточками. Она начинает расти, развиваться, и её восстановительные процессы становятся более живыми, интенсивными. То есть, перенесём это в нашу жизнь. Соответственно, там, где очень много тревоги, ну, не рассчитывайте ни на какое особенное эволюционное развитие. Это будет не эволюция, это будет, ну, как бы, ну, через бегство, через страх, через ужас. То есть, настоящая эволюция на биологическом уровне развития происходит только при отсутствии тревоги. А тот, кто смотрел с самого начала эту встречу, теперь знает, что природа, как в том эксперименте с мышами, кинула нам эту штуку и говорит, интересно, что они с ней сделают. И человечество давит на эту кнопку, воспроизводя вот прям тревогу, 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 адреналин, адреналин, адреналин. И вот так оно немножко, конечно же, неправда. Пишешь, вообще нет тревожности. У детишек вообще нет тревожности? Как у детишек вообще нет тревожности? Кто-то так пишет. Конечно же, неправда. Интересно, что неправда. Напишите, что неправда. неправда про клеточки, про два паттерна, но почитайте цитобиологов, пожалуйста, там же куча экспериментов я не знаю про что неправда, кто-то мне писал неправда, меня задело, я сейчас начну погружаться в это состояние а может не начну, как держать внимание на себе вы знаете, вот как держать внимание на себе ну, внимание вещь тренируемая, но вместо того, чтобы просто тренируемая вот помните, я сказал, да, вот курс, который предстоит у нас казалось бы, можно было всех собрать и сказать ребят, все в том, что нужно держать внимание на себе просто тренируемся, но нет здесь есть такие нюансы, которые помогут вашему ваше внимание, вот здесь важнее, чтобы ваше внимание понимало, что сейчас делает ваш мозг вот что сейчас именно вот он делает и когда вы понимаете, что сейчас он делает на каком, на каком там этапе, на каком моменте там внутренней вот этой игры старинной, древней, эволюционной вы находитесь тогда вы там, ну, как-то вы можете даже поржать над этим есть вещи, которые не стоят внимания во внутренних процессах и когда вы понимаете, что у вас, ну, у вас оценка меняется внутренних феноменов, оценка меняется кто-то говорит, там, вот, надо от этого уходить там, концентрировать внимание на чем-то а у вас может произойти так, что внутренняя оценка феноменов отношение к внутренним феноменам, происходящим здесь станет другое, вы скажете, да мне лень просто этим заниматься лень там, удерживать внимание на тревожном там, заниматься тем, чего не существует вот поэтому, друзья, так, да не, про панические атаки только после физической травмы да не, ну, все, я понял, да-да-да-да-да не, панические атаки это очень неспецифический симптом панические атаки это способ, который является и который, вот, что такое панические атаки, друзья смотрите панические атаки, ПТСРы там, всякое вот это вот вот, 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 вот это всего лишь, по сути, является спусковым клапаном вот представьте скороварку, которая варит там вам что-то под давлением крышки, и вот там есть клапан, который в какой-то момент спускает напряжение вот паническая атака, это спуск напряжения, который придуман эволюцией это просто физиологический механизм, паническая атака а когда его использует мозг это уже отдельная история это может быть что угодно абсолютно вот прям, ну, такая широта причин это абсолютно не специфический симптом подобно, например, ну, давлению ну что, придете, скажите, давление вам скажут, блин, ну, много чего надо исследовать каких причин, поэтому панические атаки это не специфический симптом и, вот, например, в панические атаки можно заходить двумя путями можно заходить через поиск причины да, а поиск причины обязательно будет потому что Каждый человек должен понимать, что по-настоящему он боится Потому что, ну, кажется, у нас там тревога возникает Но мы при этом не замечаем, что по-настоящему наш мозг выделяет в качестве реальной угрозы, которую он высматривает вовне Потому что какая-нибудь мама смотрит интернет, читает там статью про какое-нибудь заболевание И у нее там начинает развиваться паника Казалось бы, статья с угрозом, заболеванием и так далее А по-настоящему настоящий источник страха – это страх того, что я там, я окажусь беспомощная Я беспомощная, все, вот настоящий ключ, настоящий корень, а не само заболевание, например Потому что где-то у нее в жизни был какой-то опыт беспомощности, с которым она не справилась Когда находятся вот эти ниточки, тогда становится понятно, почему и сейчас я в жизни испытываю панические атаки Mindfulness и метакогнитивные, они говорят очень просто Ребят, не обязательно даже ходить в прошлое, а работать можно здесь и сейчас Это главный принцип, в общем-то, осознанности, важный принцип буддизма Но я такой думаю, а что, господи, это, что игнорировать? Ну, сходите в прошлое, здесь, ну, уходите в прошлое, найдете причины Вот, там разные инструменты для этого И сходите в прошлое, найдете причины Сопоставите цепочку, поймете, что боитесь По-настоящему, где вас этому научили И все, и тоже достаточно интенсивно это все, как бы, расслабится, отляжет Потому что, когда мы обнаруживаем причину И отвечаемся на вопрос, а почему у меня это происходит Тогда, конечно же, часть проблемы сразу уходит Ну, уходит напряжение, связанное там с тревогой Я понимаю, почему я так реагирую? Но даже если этого нет, то всегда можно работать здесь и сейчас Это без проблем Короче, друзья, я зову вас на ближайший марафон, который скоро стартует Который посвящен курс, марафон, не знаю, наверное, курс про тревожность Который призван вас освободить, решить индивидуальную задачу В которой вы будете участником большой планетарной задачи Которой нам подкинула природа, говорит, справиться, не справиться Так вот, неважно справиться, не справиться Но качество своей жизни повысить вы всегда сможете Потому что, если ваша лимбическая система и миндалины Не забирает у вас ваших фантазий про птичек на себя То тогда вы можете заниматься фантазиями про птичек сколько угодно То есть вы можете заниматься тем, чем вы сами будете выбирать А не чем будет выбирать заниматься миндалиной Чтобы забрать у вас жизнь А, грубо говоря, лимбическая система и миндаль Забирает у нас жизнь для того, чтобы защитить В то время, когда реальных угроз Ну вот, не знаю, ну, наверное, и нету В большинстве своем Поэтому, друзья, приходите Приходите Там, ну, поржом, поржом, я обещаю А если я не знаю свои страхи, мне можно идти Знаете, я не знаю Я не знаю Это такой случай Конечно, такой Это такой Мне даже немножко не по себе стало Ладно, я шучу, конечно Да, конечно Вы сейчас Вот, вы смотрите Вы написали сообщение Я боюсь, что я не знаю своих страхов Ну вы что? Ну прекращайте Вот Кто-то спрашивает А будет еще, ну, к второй волне ковида Я думаю, что мы обязательно сделаем Да, обязательно про тревожность Я думаю, там будет самое оно Да Да, понятное дело, что сейчас Как бы сложновато Но там, по-моему, очень Очень доступно, демократично По цене То есть, я сейчас Не помню, сколько курс стоит Вы накрасили глаза Я накрасил глаза Я накрасил глаза Господи, потрясающе Че, а это Да нет, не в шафте Не красил, нет, ничего Потрясающе Ну и это я приму, как комплимент Вот Спасибо за эфир, мамы слушала Окей Рожака, да Да нет, не красил Ничем подобным не занимаюсь Пары чайные, может быть Крепкий чай, поэтому, может быть Что ж, друзья Похоже, просто Да, да спасибо Я, конечно, шучу Друзья, приходите все Не бойтесь Вы Будете Приходите Смотрите Я, кстати, помню Прошлый раз Когда мы запускали Прошлый Я помню эпизоды Когда кому-то там Рассрочка дана была Кто-то там Заходил Я не помню, как это Вы пишите Спрашивайте Я Не включаюсь Вот в организационные моменты Вот Вера и наша команда Из PPI-блога Они Достаточно Демократично Участливы И как с пониманием Подносятся К тому Что вот сейчас такая ситуация Поэтому Смотрите Выбирайте Давайте себе право Как бы договариваться Обсуждать И так далее Поэтому Вот Ну и короче Просто Просто Счастья вам Свободы Будете Вот как эти буддисты Которым Электроды подсоединяют И говорят Откуда у них столько Серотонина Дофамина Откуда Я такая Не знаю Не знаю Но я что-то понял Про эту жизнь Вот Будьте счастливы До встречи Увидимся там Увидимся там До свидания